Государственный праздник, день Октябрьской революции, учрежден указом президента Республики Беларусь в 1998 году и является символом уважения к традициям и свершениям предыдущих поколений. Важным завоеванием революции 1917 года стало то, что люди получили право на труд, на образование, на отдых, право участвовать в управлении страной. Об этом вновь говорили на митинге в честь государственного праздника, дня Октябрьской революции. Доступные социальные блага, идеалы равноправия, мира, межнационального согласия, сложившиеся в советскую эпоху, актуальны и поныне. Мы гордимся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени. Стремимся сохранить и приумножить все лучшее, что досталось нам от предшественников. Анализируя те исторические события, в современной Беларуси говорят о том, что благодаря Октябрьской революции белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. Великая Октябрьская социалистическая революция помогает лучше понять наше прошлое и разобраться в настоящем. День Октябрьской революции – знаменательная дата в летописи многих народов, которая определила ход мировой истории. Благодаря Октябрьской революции белорусский народ обрел путь к национальному самоопределению и собственной государственности. По традиции у памятного знака в честь борцов за установление советской власти на Пинщине, где на этом месте 22 января 1919 года состоялся бой, в котором погибли 9 молодых пинских рабочих и крестьян, каждый год проводятся митинги. Присутствие общественности в торжественной обстановке юных пинчан приняли в пионерскую организацию. Благородины, добро и справедливости, будьте готовы! Всегда готовы! Этот день стал знаменательным и для тех, кто выбрал для себя общественное объединение Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Им были вручены членские билеты БРСМ. Для нас, молодого поколения, это хороший повод еще раз перелистать страницы истории, осмыслить те эпохальные события, которые внесли важную лепту в летопись белорусского народа. Получить молодежный билет БРСМ в таком знаковом месте – почетно! Затем пинчане возложили цветы к памятному знаку. После завершения митинга на улице Ленина колонна участников мероприятия в сопровождении городского оркестра прошествовала к одноименной площади к памятнику вождю пролетариата Владимиру Ленину. Конечно, сейчас 7 ноября отмечают по-другому, нежели в Советском Союзе, когда он был главным праздником огромной страны и носил название День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Так было до 1991 года. И для многих поколений он остается Красным Днем Календаря, то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в календаре, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. Но сейчас праздник приобрел иной смысл. Мы, коммунисты и наши друзья-союзники, проводя такие акции, как сегодня, не просто отдаем дань традиции. Мы таким образом, конкретными делами, защищаем историческую правду, защищаем нашу историческую память, защищаем наши памятники. Опираясь на поддержку государства, их, эти памятники, оберегаем, реставрируем, благоустраиваем, привлекаем внимание. Александр Каневский на митинге вручил членские билеты и памятные медали вступившим в ряды членам КПБ. Поздравил всех пинчан с государственным праздником и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Амельянюк. Уверен, что своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное достояние, нашу суверенную Беларусь. О всей душе желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, согласия. Успехов всем в добрых начинаниях во имя нашей страны. Председатель Пинского городского отделения партии «Белая Русь» Сергей Куницкий процитировал главу государства Александр Лукашенко, который в своем поздравлении в честь государственного праздника отметил, что нам нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком 20-м столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира. Незыбленность конституционного строя и гражданское согласие укрепление независимой, сильной, процветающей Беларуси, построение социально справедливого общества, цели самой молодой белорусской партии «Белая Русь». Мы, патриоты нашей страны, выступаем за сохранение памяти и правды об истории белорусского народа, обеспечение благополучия и здоровья нации, сбережение традиционных ценностей наших людей, получение качественного образования, медицинского обслуживания, построение динамично развивающейся экономики. К подножию памятника Ленину легли красные гвоздики – символ победы, борьбы, героизма, свободы и любви. В этом году общественность решила продолжить традицию, сложившуюся несколько лет назад. С главной городской площади города стартовал автопробег под названием «Сила народа в единстве». Непременный атрибут каждого авто – государственный флаг Республики Беларусь, флаги общественных объединений и партии «Белая Русь», а также красно-зеленые ленты. Его маршрут пролегал по улицам Пинска и завершился в Пинском районе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова